Эх, Таня Матанев! Всем привет! Это Таня Матанев. Сегодня про день рождения моего сыночка. Буду рассказывать про подготовку саму день рождения и про подарки нам в два года. Что нам подарили, потому что некоторые прям, я знаю, подарки заранее. Вот, сейчас я снимаю до дня рождения. То есть я буду как бы хронологически рассказывать, что происходит, как всё это происходит. Подготовка это такая серьёзная вещь, в которую я всегда отношусь скульпулёзно. И вот, что я в этот раз подготовила, как у нас пройдёт день рождения. Ну, из каких-то своих прошлых опытов, сколько я ходила на какие-то дни рождения сама, у меня у старшего было дни рождения. И поэтому я немножко готовила самого моего малыша, ребёночка к дню рождения. Что я готовила? Во-первых, мы учимся считать. Ну, я почему-то не только хотела, чтобы он у меня научился читать, и мы читаем до пяти, и уже сейчас два года, но я очень хотела, чтобы он умел показывать два годика, то есть спросить вопрос, а сколько тебе лет? и он мог ответить два. И этим начала заниматься примерно за месяц дни рождения. Я его готовила. Сначала он делал вот так. Ему не нравилось, то есть я ему объясняла, он говорила, нет. Дима, тебе сколько лет? Два. Два, да, мне, ой, замочили. Два, это мы учимся сейчас. Ну а потом потихоньку-потихоньку я каждый день практически ему говорила и поняла такую вещь, что ему сложно показывать два вот таким образом, потому что вообще это сложная моторика, чтобы вот так показать два года для малыша. Мы вроде и пальчиками, гимнастиками занимаемся, но я пошла другим путем. Я стала ему учить показывать два вот так, то есть двумя пальчиками. И у нас это замечательно получается, когда его спросишь, сколько тебе годик, он показывает два. Когда мы учили циферки, еще я обращала на что внимание, как выглядит цифра два. То есть, если у меня будет цифра два на торте, если у меня будет свечка в эти цифры два, чтобы ребенок знал, что это два, что это не просто так, да, что-то, а что эта цифра означает, и что два соответствует его возрасту, что ему два года. Поэтому вот этого я тоже научила. Два. 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 Два года, Диме. А вот это что за цифра? Тоже два. Два. Дима ее дул, да? Дул. Вот так, да? Вот мы машинки все понадкусали. Две. вот эти, да. Две машинки, Дима съела. Едут. А мы приехали. Это очень радует, умиляет, и мне, и я все-таки вот добилась этой цели. Еще, чему я хотела научить, это задувать свечу. Потому что иногда бывает к тарту подносит, свечку ставит, а ребенок ее первый раз видит. Для меня это было достаточно просто, потому что мы дуем все время на свечу, и в принципе у нас в центре делают дыхательную гимнастику, зажигает свечу и дует. Но все равно дома я брала одноразовые свечки, зажигала ее и просила малыша подуть, чтобы для него это не было неожиданностью. И он так дул. Дима, дуй на свечку. Прям ду. Дуй сильнее. Вот, молодец. Сильно. Сильно подул. Тебе нравится? Нравится. Молодец. Ну, теперь про такие подготовки, которые, что нужно закупить, о чем нужно подумать. Место день рождения я думала-думала, в том году мы год отмечали в бовлинге, и что мне не понравилось, ну, все, все было хорошо, все замечательно, но получился в следующий момент, что все-таки это день рождения было ориентировано на взрослых. То есть взрослые, значит, играют в бовлин, а дети получились сами по себе. И мамы там с детьми, которые вот были, и я в том числе, мы метались, то мы в детскую комнату и тут забежим, то побежим, значит, этот мяч, этот шар бросим между игрой, то по очереди играть. Вроде бы и хорошо, но сейчас ребенку два года, и я хочу, чтобы день рождения было именно для него, потому что он уже все понимает, все ему интересно, и я ориентировалась на него. поэтому я сняла комнату игровую, в которой вот малыши его возраста и там немножко постарше у нас братики, сестры, я надеюсь, все они придут. Вот я как бы на них ориентировалась, и для них вот это вот, значит, где можно там полазить, там всякие бассейны с шариками, батуты там и так далее, чтобы все это было, чтобы он там замечательно, значит, для него, чтобы это было развлечение. Думала я про аниматора, старшему я где-то в года, лет в пять первый раз нанимала аниматора, честно скажу, и вот такому маленькому ребенку вроде он как бы не нужен, поэтому я решила, что я не буду нанимать, тем более вот мы ходили на день рождения, вот прям недавно, тоже двойняшка, было два годика, и в принципе не нужны аниматоры для этого возраста, они там бегают, скажут, что у них все замечательно. На самом день рождения нужно, конечно, подготовить меню, ну вот опять же, на этот день рождения я посмотрела и какие-то вот для себя тоже сделала заметки, потому что я хотела принести большой торт, но я поняла, что всадить двухлетних детей, вот собрать всех в кучу, может быть проблема одновременно, да, их нужно чем-то привлечь, то есть может я своего привлеку, а всех нет, поэтому вот единое вот к большому там торту, ну трехлетних можно еще пригласить, а двухлетних нет, и у них очень было удачно, во-первых, они не едят торты, она сделала, значит, такое фруктовое дерево, вот, и как бы фрукты шли, сделал кексики и печеньки, то есть то, что можно брать порционно и съедать, вот, потому что торт нужно нарезать, да, и я думаю, что я вот что-то в этом духе, но посмотрим, как у меня пойдет, у нас день рождения в субботу, отмечаемый воскресенье, то есть я дома сделаю торт, у меня будет, конечно, домашняя такая, в домашней атмосфере этот торт, а уже вот там у меня будут вот эти всякие порционные какие-то пироженки, печеньки, которые вот можно, и фрукты, и в принципе, я думаю, что это будет достаточно, ну и соки, конечно же, да, это все, что вот я планирую купить. Еще что, вот когда вот вы снимаете комнату, вот эти вот, что нужно обязательно туда принести? Одноразовую посуду. Не случайно вот эти бумажные тарелочки, да, вот я тарелочку уже купила, мне теперь нужно еще к ним купить стаканчики, может быть, колпачки, да, то есть такие вот комплекты мне бывают, да, и обязательно скатить, то есть на что вы постелите, потому что все это вы сгребете и выбросите, это вы не дома, да, вы же домой не поднесете всю эту посуду, это проблема все собирать, потому что по времени все в это, вы будете быстро собираться после нерождения, все это так вот сгребете или в скате, все вот так вот завернете, все, отпраздновали. Поэтому вот это одноразовая посуда, бумажная, и чтобы она не билась, да, представляете, если вы где-то, ладно, дома разбили посуду, а там этого делать нежелательно. Потом вы должны понимать, что вот этот вот мусор куда-то у вас сложится. Конечно, у вас будут с собой там пакеты, в которых вы принесете, вы можете их приспособить под мусор, но я вот думаю, что я возьму прям отдельные пакеты для мусора, чтобы туда вот все складывать. Ну, в общем, как-нибудь мы с этим обойдемся. Дальше, про торт, я вот думала, да, вот на свой, мне хочется там, да, что-то, какие-то украшения, но я сама вот никогда не делала вот эти марсетапановые торты. В том году мы делали на заказ, и в этом году, так как вот для общих гостей я не делаю вот этот вот торт, я думаю, либо я сама попробую, либо я вот смотрю, сейчас готовые марсетапановые массы и готовые какие-то фигурки, может быть, я их куплю, вот посмотрим, да, ну, вы-то узнаете через несколько минут, это я сейчас говорю, да, я буду из нескольких кусочков делать, и вы узнаете, что я все-таки в результате купила и какой у меня был торт. Ну, и куплю, да, вот кусоки, вода, фрукты, то есть, не забыть нож, если будет торт, и потом я купила растяжку, как-то вот странно, обычно вот в этих центрах, у них есть вот эти с днем рождения, но я купила растяжку, говорю, у вас нет, она нет, вот, я была вот в этих магазинах, как-то товаров я купила, ну, пусть она будет, чтобы я ее растянула, поэтому нужно скотч, ножницы тоже не забыть. То есть, вот я составила себе список, по нему я буду готовиться, еще обязательно, вот, кстати, я сейчас вспомнила, видите, как хорошо, это салфетки, влажные салфетки, обязательно, потому что там негде вам руки помыть, и, конечно, такие обыкновенные салфетки, бумажные, чтобы все, дети все-таки пачкаются, там, сок прольют, и еще что-то, вот, поэтому я надеюсь, моя подготовка будет не зря, я больше всего, конечно, надеюсь, что никто не будет болеть, ни мои гости, не мои деточки. Давай. Так, а у Димы, как там получается? У-у-у! Вот, как получается. У Димы, у нас очень большие, большие, я не уверена, что они вообще заперкутся. Ну вот, завтра пойдем празднуют день рождения, ночь перед днем рождения, у мамы, конечно, одни заботы. Вот мой торт, это второй вариант, потому что дома мы уже съели, вот, это вот второй пойдет гостям. Это мастика, я сама ее делать не умею, поэтому купила такую вот покупную мастику, она продается блоками, и вот такие вот мармеладные фигурки. Вот, у меня сегодня дома мы отмечали, потому что у нас сегодня день рождения, а завтра мы вот идем в игровую комнату, и туда я несу этот торт. Он сразу его, ам, и скушал. Вот, свечку мы зажгем, такой вот тортик. Ну, в общем, разметка и дорога российские, неровные, как в жизни. Хорошо, сейчас все есть, вот такие красочки, я ими, мой тортик замечательно разрисовывала, и вот такую коробочку еще купила, чтобы тортик переносить. Это все, мастику, вот эти вот машинки и вот эту коробку, это я все в одном месте купила. Так, ну что, проверяем, сейчас все будем собирать. Вот такие кексики я купила, они порционные, их очень удобно брать. Напекла печенье, но уже запаковала, не видно, да, самые простые печенья. Так, фрукты, это завтра мы будем такую фруктовую какую-то композицию делать. Сыр у нас, сырный купила сразу нарезанный, чтобы не париться. Ну, мандаринки. Так, воды, сока, фруктовых таких вот питьевых пюрешек. Сока я взяла 125 миллилитров, потому что дети начинают пить и бросают их пить, да, и когда много народу, где чей сок, непонятно, поэтому я купила маленький. Так, скатерть, колпачки, стаканчики, салфетки, так, это, кстати, вот, верю, сюда новогодние попали, тарелки, салфетки влажные, трубочки, потому что стаканчики, кто-то, дети трубочки, это я буду там вешать, вот, свое вот это вот, тоже, увидите все, значит, днем рождения, скотч для этого нужен, ножик торт резать, и мешки для мусора. Вот сколько всего лишь нужно с собой увезти, но я думаю, что в два пакета я помещусь, плюс торт, три руки. Что это такое, Дима? Дима. Дима написано? Паровозик? Паровозик. 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 Добрый день. Дима. А вот это что? Едет? А где труба у него? Вот. Вот труба. А это что из трубы идет? Ну, дым. Дым. Дым идет. Дым идет.